Пусть уже с первого января в твоей судьбе пойдет череда счастливых моментов и добрых событий. Желаю, чтобы каждая твоя надежда и мечта обязательно выполнялась с Дедом Морозом и другими могущественными добрыми силами. Надеюсь, они будут твоими адвокатами и телохранителями каждую минуту. Боже, что за бред. Друзья, всем привет. Подходит к концу 2019 год. От себя могу сказать, что год был не самым простым, хотя и особо жаловаться я тоже не буду. Были у меня довольно такие интересные перемены за этот год в моей жизни. Если говорить о том, что ближе всего именно к вам, то появился этот самый гребаный канал на ютубе, который я вот начал в этом самом 2019 году вести. И, быть может, когда-нибудь можно будет с улыбкой вспомнить, что да, когда-то в 2019 году это все началось. Там, может быть, продолжается долго, может еще что-то. Так что, в общем-то, не все так плохо. Ну, вообще, друзья, я хочу поздравить вас всех с наступающим 2020 годом. И, конечно же, пожелать вам в первую очередь здоровичка, потому что без здоровичка мы ничего не сможем делать. Все остальное не важно. Ну, или важно, но не настолько. Конечно же, всем удачи. Детишечкам желаю хорошо учиться в школе, радовать своих родителей. Всем тем, у кого уже есть свои детишечки, то пускай они вас только радуют и хорошо учатся в школе. Боже, я повторяюсь. Удачи вам, друзья, во всем. И пускай, в общем-то, наступающий 2020 год не будет приносить вам каких-то негативных эмоций. И сможет чем-то отметиться прям таким клевым, о чем будет потом приятно вспоминать. На этом, друзья, я основную мысль этого ролика, наверное, закончил. И хочу поговорить о своих планах на будущий год относительно именно вот канала. Так что тем, кому мне это не интересно, вас еще раз с Новым годом, а тем, кому это интересно, в общем-то, усаживайтесь поудобнее и слушайте. Начну с не самого приятного, а именно небольшого застоя. Последние недели полторы, наверное, у меня тут нарисовались небольшие проблемки со здоровьем. И плюс это предновогодняя хреновая суета. В общем-то, небольшой такой перерывчик редкой ролики и стрим один всего лишь был на прошлой неделе. Тут, в общем-то, ничего не поделаешь. Ну ничего, вроде самое противное позади, сейчас отгремят праздники, вернемся в привычное русло. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Далее, друзья, один из самых таких часто задаваемых вопросов на стримах. Когда зеленая долина? Я вам скажу просто скоро. Я, друзья, сейчас почти уже собрал пак отечественной техники для этой карьеры, которая будет там использоваться. Я просто хочу его немножко протестировать и, в общем-то, ну скоро начнем. Может быть, этот пак я даже выложу вам, если очень сильно надо будет. А может быть и нет. Далее, друзья, по поводу стримов. Я опять решил перевести стримы на другой канал. Я, в принципе, буду о нем говорить, наверное, в каждом видео. Ссылки будут висеть везде, где только могут они висеть. Плюс анонс всех этих стримов, как обычно, будут у нас в Дискорде, ВКонтакте. Ютуб обычно не предупреждает о том, что стрим скоро. Нет у него такой привычки. Ютуб болеет что-то нынче, последнее время. Так что анонсы делаем сами. В общем-то, если вы не хотите их пропускать, то можете вступить в группу ВКонтакте и нажать там на кнопочку, типа, получать уведомления о записях. И тогда о том, что приближается стрим, то, что он скоро будет, вам будет приходить уведомлялка. Там, не знаю, на телефончик или если вы так на компуктере сидите. Или же в Дискорде. Там я тоже обо всех стримах пишу. Я понимаю, что, наверное, большое количество зрителей на этих стримах уйдет. То есть их постоянно будет меньше. Но стримы на канале на этом очень сильно вредят его развитию. Потому что гребаные алгоритмы Ютуба, в общем-то, считают, что ролики, которые на стримах, они, типа, неинтересные. Но их на самом деле неинтересно смотреть в записи. Ну, лично мне. Есть люди, которые пересматривают стримы без вопросов, кому-то нравится. Но надо отдать должное большинству, это неинтересно. Сидеть 2 часа, пересматривать серию. Это такое себе. Ну, в общем-то, будем пытаться поднимать другой канал. Там будут стримы. Там будут стримы не только по ферме. Будем там вообще много чего проводить. Разные игрушки. И ЕТСка, и ЕТСка. И кооперативчики, может, какие-то будут. Все, короче, будет там. Всякие поболтушки. Может быть, пока ролики буду монтировать, можно будет там стримить. Короче, ну, возможно, поболтать будет намного больше. Стримы, скорее всего, по крайней мере, я так планирую. Я ничего не обещаю, но в планах немножко почаще проводить. Если разграничить на двух каналах, они смогут пересекаться без проблем. То есть, можно выложить на основной канал ролик и в этот же вечер еще и стрим привести. Короче, это сильно меня разгрузит по поводу того, что надо как-то планировать выпуск роликов и стримов. Короче, это все дело надо разъединить. Лично мое мнение, что надо это сделать. Поэтому, по крайней мере, я попробую. Дальше как пойдет. Также, друзья, собираюсь на основной канал, вот на этот, вводить потихонечку новые игрулечки. Уже пришлось выложить одну серию пилотную по транспорт Fever. Я ее записываю сейчас наперед. У меня на данный момент еще три серии записаны. Не смонтировано, правда, но записано. Просто ввиду того, что, опять-таки, были некоторые траблы, пришлось выложить первую серию. Я планировал это сделать после нового года, но, ладно, получилось так, как получилось. Опять-таки, я понимаю, что канал у нас по ферме и просмотров, скорее всего, по любой, вообще, абсолютно любой другой игре будет намного меньше. Но, в общем-то, хочется мне перевести именно канал в такой, не фермерский, а прям игровой. Опять-таки, пока что это все попытки, мысли. Будем пробовать и смотреть. Из того, что пока что в планах, это, конечно же, сезончик по Сити Скайлайнс, сезончик по Транспорт Fever. А также я записываю прохождение Need for Speed The Run. Старая игрушка, но там очень классный сюжет и все очень круто сделано. В общем-то, я ее хочу именно вот записать полностью, только потом ее опубликовать, когда уже все будет записано. Там будет 13 серий или 11, я точно не помню, сколько там глав в игре. Просто игрушка реально очень классная и, в общем-то, я что-то ее захотел пройти и думаю, почему бы не записать все это дело. Ну, когда это будет, хрен его знает. Об этом мы узнаем, когда узнаем. Также, друзья, у нас в планах провести турнир по ферме. Это будет не фарминг лига, который официально делался, и это будет самодельный такой турнир. Сейчас пишется к нему регламент, сценарий и, в общем-то, все такое прочее. Не знаю, как это будет совместно с разрабами свопа агро или буду я сам это все дело делать. Опять-таки, это просто планы, желания, мысли. Как у кого там, что будет получаться, у всех загруз, все мы живые люди. И это не первостепенная задача. Также, в начале следующего года я хочу ввести на канале что-то типа спонсорства. Меня давно об этом просили. Я понимаю, что из, грубо говоря, там 50 человек, которые попросили, откликнутся реально кому это надо. Там человек 5 максимум. Но, в общем-то, я это все дело собираюсь вводить. Я еще не решил, на каком сервисе. И сейчас я в процессе разработки плюшек, которые получат, соответственно, спонсоры. Потому что просто так, как бы, ну, понятно, что это никому не интересно будет. Поэтому я сейчас придумываю всякие интересненькие плюшки. В общем-то, друзья, что хотел сказать. Я вроде все сказал. Еще раз всех с наступающим или уже наступившим, в зависимости от того, когда вы этот ролик смотрите новым 2020 годом. Всем, друзья, добра. Спасибо вам, что вы были со мной этот год. Спасибо всем за поддержку. С вами был ваш покорный слуга Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok